Здравствуйте! Меня зовут Наташа, я мама двоих деток. И я сегодня хочу вам рассказать о том, как сделать украшения для праздничного стола. Я делала для своего сына на его шестилетие праздник в стиле миньонов. И одно из украшений детского стола были бананы. Но не просто бананы, а стилизованные под миньонов. Для того, чтобы сделать таких банановых миньонов, вам понадобятся бананы. У меня сейчас, к сожалению, немножко подболевшие бананы. Они, наверное, заболели ветрянкой. Но ничего, они отлично подойдут для того, чтобы я вам показала, как это делается. Обычно я банан разрезаю на две части и из двух частей делаю миньончиков. Кроме непосредственно моих немножко подболевших бананов, которые заболели, наверное, ветрянкой, мне понадобятся фломастеры для декора. У меня вот такие фломастеры. Это гиотто декор. Я купила их на одном английском сайте. Если они до сих пор там продаются, то я вам обязательно оставлю ссылочку в инфобоксе. Чем хороши эти фломастеры? Если будете рисовать любыми другими фломастерами, то, во-первых, изображение будет стираться, когда детки будут брать банан в руки, а во-вторых, оно там не держится совершенно, и оно не яркое, и, ну, оно не яркое и недолговечное. Конечно, в долговечности для украшения праздничного стола говорить не приходится. Все-таки это обертка, все-таки это кожура от бананов, которую дети выкинут, и она долго лежать не будет. Но, тем не менее, хочется, чтобы все было красиво. Если бы детки будут брать в ручки бананчики-миньоны, то изображение бы не потекло, не растеклось, и детки не остались бы с грязными ручками. Поэтому я беру такие фломастеры для декора, и ими буду рисовать на банановой кожуре глазики, ручки, очки и улыбочки, а также еще волосики. В качестве подсказки я взяла у сына вот такого миньона из одного из наборов, по-моему, Мегаблокс. И его буду использовать в качестве образца. Вот так выглядят те самые маркеры для декора. Вы видите название, вы увидите, как они называются. Вот именно ими я буду раскрашивать. Это мои подболевшие бананчики. Но, в принципе, они очень подойдут для того, чтобы украсить праздничный стол. А это один из моих образцов, с которых я буду срисовывать миньончика на банановую кожуру. Я беру банан и начинаю с глазок. Как вы знаете, миньоны были не только двуглазыми, но и одноглазыми. Поэтому обязательно нужно сделать одноглазого миньона для полноты коллекции. Так как у меня не только сын, но еще и дочка, то один из бананчиков придется сделать женского пола. КОНЕЦ Вот такая девочка у меня получилась. Она как-то немножко страшноватенькая. Но ничего, она у меня, видите, не в комбинезоне, а в таком открытом платье джинсовом с открытой спиной. Ну, в общем, я думаю, моим деткам понравится. Надеюсь, вам понравились мои бананы-миньоны. Если это так, то, пожалуйста, ставьте пальчики вверх. Если у вас будут бананчики свежие, без коричневых точечек, то они будут выглядеть намного лучше и красивее. Еще больше будут похожи на настоящих. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте пальчики вверх. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok